Друзья, всем привет! Недавно меня посетила такая мысль о том, что когда кто-то из нас становится видеографом или фотографом и невольно сталкивается с такой проблемой блин, а каким же образом сделать правильные настройки у фотоаппарата? Изначально скажу, что я не профессионал, но при всем при этом у меня есть некий опыт которым бы я хотел, наверное, с вами поделиться и именно о своих настройках данного своего фотоаппарата а на примере это будет Canon 200D я вам сегодня расскажу Итак, давайте посмотрим, какие настройки на сегодняшний день я использую в своем фотоаппарате прямо поэтапно, по шагу пройдемся и вы сами все увидите итак, друзья, давайте начнем далеко оттягивать не будем заходим с вами в меню и первым делом, что у нас попадается так, давайте на начало перемотаем так, так, так нам нужно переключить на видео также включаем меню у нас идет так изначально у нас идут параметры видеозаписи я, естественно, по умолчанию использую, как правило, Full HD 25 кадров но если я снимаю Slow Motion, то я использую 50 кадров так, запись звука у меня стоит авто так, дальше ручная фокусировка у меня на данный момент отключена комплексные экспозиции не трогаю чувствительность ISO на данный момент у меня стоит авто потом попробую объяснить, почему максимальный ISO у меня стоит 6400 я его особо не трогаю, но здесь есть нюансы для съемки если вы снимаете в помещении то свыше 800 ISO конкретно на Canon 200D уже идет такой цифровой шум если у вас какой-то подороже фотоаппарат я не знаю, там взять Canon R или какие-то ну, такие там 80D, 90D дело в том, что у них, естественно, возможностей побольше и там, я думаю, можно даже снимать, наверное, на 3200 но, скорее всего, на 3200 это будет уже критично в солнечную погоду ISO лучше выставлять где-то от 100 до 400 ну, 400 это, наверное, прям предел наверное, максимум 200 погода, когда такая пасмурная, можно выставлять 200, наверное, 400 и когда уже поменьше света, уже можно выставлять 400-800 ISO но, опять-таки, вы должны понимать, что если выше 800, то будет уже картинка шляпная идем дальше стиль изображения у меня стоит пользовательский до него дойдем я вам расскажу, что конкретно баланс белого баланс белого тут все зависит от того, что вы хотите я, как правило, баланс белого так, у меня на данный момент сейчас вам покажу ну, в принципе, Canon 200D можно поставить автоматически, наверное, даже это правильнее если вы никогда с балансом белого не работали и в большинстве случаев, если это зеркалка любительского уровня то, скорее всего, даже не будет возможности настройки в кельвинах поэтому ставьте автоматически баланс белого либо можете использовать то есть на солнце ставить дневной свет если хотите в кельвинах ставить то, опять-таки, на солнце это где-то можно ставить 5200 6500, наверное, предел картинка у вас будет такая, более теплая, желтоватая если хотите более холодную картинку ну, я думаю, наверное 5000, более чем так, идем дальше так, ручной баланс где-то нам пока не нужно так, видео серво автофокусировка у меня стоит включить но это в основном слежение нужно именно больше, наверное, для если снимаете какие-то движущиеся цели если пишете себя ну, по большому счету, наверное, она не нужна ну, по факту, может быть включена так, метод автофокусировки у меня стоит по лицу, плюс слежение в принципе, можете так же ставить так отображение сетки я поставил 3х3 видеофрагменты это мне не нужно интервальная съемка не нужна дистанционное управление разрешено но пока мне не нужно так, здесь, наверное, все так, 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 так сейчас пробежимся ТВ-стандарт у меня стоит для PAL почему? потому, как у нас герцовка она как раз, чтобы может, обращали внимание, когда снимаете видео, иногда лампочки мерцают вот для этого нужно ставить 50 кадров если ставите 60 в принципе, по большому счету, это больше влияет именно, когда снимаете телевизор, либо лампы чтобы вас не мерцали если нравится снимать 60 кадров, то для улицы это не принципиально для, естественно, помещения и непосредственно не то, что в помещении, а непосредственно съемки ламп или телевидения то у вас, естественно, будет все это дело мерцать так, так, так идем дальше ну и, в принципе, наверное, здесь все и переходим нажимаю set так, автофоксировку я вам показал так, так, так ну, вот то, что я сказал сейчас в основном использую 25 но изредка, если мне slow motion надо сделать я использую 50 пока пусть стоит 50 так, видеоэффект я не использую баланс белого здесь у меня стоит баланс белого приоритет белого если снимаете еду там в помещении или еще что-то можете поставить такую некую воздушность здесь есть она как-то называла так, это не то сейчас, сейчас, сейчас так, идем дальше стиль изображения давайте вот по ним пробежимся у меня сейчас стоит пользовательская точная в принципе в каких снимаю я сейчас начнем сначала с авто я не знаю, если вы, в принципе, не хотите заморачиваться, можете по умолчанию поставить авто но я не очень люблю авто стандартно это, как правило, чтобы снять и сразу без обработки без цветокоррекции сразу выбросить на компьютер нарезать и запустить в эфир я тоже, в основном, такой не использую портрет это, если вы снимаете человека близко тоже мне не все настройки нравятся пейзаж он добавляет больше знаете небо становится синее зелень зеленее то есть мне это, как бы, тоже не очень нравится в принципе, как вариант можно использовать подробное но это такое довольно вот написано довольно яркое изображение с четкими границами и подробными что там подробными текстурами значит что я использую я использую натуральное здесь идут приглушенные цвета и, как правило, можно использовать на компьютере для последующей пост обработки и я использую точно то есть в большинстве случаев я сейчас снимаю в основном на точном то есть здесь в условии дневного света 5200 кельвинов ну что же он так быстро отключается-то так соответствует цветам объекта то есть у вас цвета ну, скажем те цвета которые присутствуют на улице присутствуют в одежде они, как правило достаточно точно передаются и давайте зайдем в отображение нажимаем инфо и смотрим что же у меня здесь в моем случае так как я потом делаю цветокоррекцию я стараюсь резкость уводить соответственно в ноль дальше контрастность в принципе наверно тоже можно наверно на 3 пункта спустить вниз насыщенность можно на 1 пункт убрать вниз но цветовой тон конкретно если взять правее картинка будет чуть желтее если взять левее картинка будет чуть краснее ну я ее не трогаю она у меня стоит по умолчанию но приблизительно вот такие вот настройки я использую во всем и если беру ну чаще всего я снимаю на на профиле натуральное то здесь у меня наверное приблизительно все то же самое резкость у меня стоит на нуле контрастность на нуле насыщенность ну можно оставить можно там минус 1 сделать и так же так не туда отщелкнул и так же цветовой тон я не трогаю ну вот приблизительно друзья вот с такими настройками сейчас посмотрим что у нас еще здесь может быть автокоррекция яркости ну у меня отключена я ее не использую давайте наверное еще чуть-чуть по по съемкам для видео диафрагму я использую насколько позволяет объектив то есть если я съемку делаю близко то есть если например у меня диафрагма у данного объектива 3.5 5.6 то я в основном ставлю где-то среднее значение либо если я снимаю разное то есть на корон на коротком на длинном конце то я в основном ставлю 5.6 чтобы постоянно не переключать и не заморачиваюсь если я снимаю на широком углу то есть там скажем 18 миллиметров я снимаю ну могу поставить конечно 3.5 дальше уже все будет зависеть от солнца это такой немаловажный фактор о котором я вам сейчас тоже расскажу так выдержка выдержка друзья то есть если у меня 50 кадров в секунду то соответственно можно ставить 1 сотый точнее вроде как бы считается положено если вы снимаете 25 кадров в секунду то лучше ставить 1.5 то есть вы получаете такой некий motion blur как в кино чтобы картинка ну не настолько резкая была и так как оператор я же оператор я же режиссер ISO я соответственно ставлю на авто потому как у меня ну находясь на солнце нет возможности свет постоянно прыгает то ярче то тускнее там то за облако зашло и нет возможности постоянно бегать поправлять ISO поэтому единственный у меня вариант это поставить ISO авто и переключать ну вот друзья вот такие собственно незамысловатые настройки которые я использую для съемок видео если вам будет интересно по фото то соответственно я сделаю отдельное такое же видео как собственно и про настройки своего фотоаппарата canon 200d также я в будущем сделаю какие настройки я использую в фотоаппарате canon g7 mark g7 x mark 3 также покажу какие профили я ставлю какое ISO я использую какую выдержку ну и так далее еще раз вам спасибо что посмотрели видео если есть какие то вопросы пишите внизу в комментариях ну а вам хорошего настроения хорошего дня или вечера и не лажайте снимайте правильное видео для правильных людей всем пока